сегодня мы едем в ферганскую область в город маргелан шумно дешево и красивые трассы атласы вот как я могу описать то место куда мы сегодня приехали это базар находится в городе маргелане ферганской области базар очень большой на этом базаре находится всего 5 павильонов с тканями огромный выбор национальных тканей такие как адрес атлас и конечно же шелк все очень дешево также тут кроме тканей можно приобрести изделия сумки тапочки верхнюю одежду также обувь национальную и все это из ручной работы также при входе на базар было огромное столпотворение мастериц по изготовлению тюбетеек национальных интересно понаблюдать со стороны процесс торговли этих самых хотя бы теек павильон вот такой тканями национальными вот смотрите смотрите какие из как тут их много адрес атлас здесь вот такие шарфики красивые есть это как вот кардиганы такие национальные здесь разные расцветы есть с разными рисунками это женский ткан национальные ткан здесь тоже вот смотрите а это получается для невесты для невесты посмотрите как это вообще фото называется так и лицом смотрите сколько много видов и и смотрите здесь их короны для платков вот национальные вот так выглядит фото который одевается в день свадьбы также украшения есть в ней это на голову и на шею они очень на самом деле тяжелые на свадьбе в день свадьбы обязательно невеста должна поклониться три раза это называется килинсом поклон она дает родственникам и родителям она дает родственникам и родителям что к стороне мужа то есть жениха то есть жениха по отдельности вот эта палочка от него а здесь вот отдельно получается на палочку одеваются вот этот вентилятор это вот прихватки национальные фартуки сумочки смотрите какие кошелечки национальные смотрите какая прелесть красота ух ты смотрите это на чайник так чайник закрывать это хлопок это шелк это шелк ух ты смотрите шелк настоящий шелк вау это вот такие шарджики шелковые сто процентов он такой мягкий там вообще такой-то откройте я тоже сфотографирую и подъем вот этот открыть ну как так на себя сделайте нет это на шее вот такая красота он такой мягкий настоящий шелк вот красота красивый вот этот красивый да это с фиолетовым этим это с голубеньким красиво третье это ручная работа называется бахмал это тоже вручную делается до в день только по метру делают вот это получается вот вот он да это все вот ручная работа бахмал называется он чем-то похож на ковролин в день по метру делают представляете ручная работа надо же то на него он разноцветные вот по метражу тоже продают такие сумочки делают такие кошелечки красивые делают очень красиво вот это тоже что же самое вот это шелка это бахмал в разновидность какая разная смотрите какой-то красивый сейчас выше материал он еще все такими камушками там еще один павильон есть представляете ухты какая прелесть смотрите обувь тапочки вот такие эти там тапочки дальше есть вот такие вот сумочки клач есть вот такой вот кошельки сумочки ну смотрите какая сумка даже эти есть рюкзаки вот где мода гуче отдыхает такие шарфики национальные здесь какие хотите виды здесь еще один тоже павильон какая сумка тоже ручная работа вот смотрите какие шарфики красивые вот смотрите какие шарфики красивые это чё тоже шелк органза органза вот смотрите это ручная работа тоже это ручная работа это оказывается вот машинка очень красивые еще у вас еще под глаза так подходится у нее так глаза подстраиваются да смотрите какие тут еще есть это граната в этот это чё за материал вот это черный это бархат смотрите как красиво там сзади тоже рисунок ухты смотрите как красиво смотрите макси тут есть ухты смотрите обувь национальная из национальной получается ткани из адраса и одессе максы вот смотрите смотрите это вот национальная обувь вот смотрите это вот называется масса такая обувь мужская и женская тоже сначала одеваются вот вот эти и потом одеваются вот вот эти стапочки получается это будет вот так смотрите здесь я для девушек вот такие красивые туфельки вот смотрите это это вот детские туфельки из адраса здесь вот уже для девушек но это уже современное вот здесь вот такие вот тапочки смотрите это для детей смотрите это уже более современная ткань делается с орнаментом с рисунком национальным но который уже можно стирать есть такие национальные ткани как адрас его стирать нельзя вот тут это уже патадраса сделаны здесь вот такие красивые нет красные не идёт нет красные не идёт спасибо с очками по-другому а без очков вообще по-другому да да мне кажется вот красные не идёт сейчас будем пробовать теперь еще и белые вот точно вот точно а так вообще вот это вот это вот это Это очень вкусно Это как я делаю Турки? Наоборот Турки Нет Турки Турки А пирок Наоборот Шляпать Турки Турки Потому что Там она косыков, да? Да. Чуть-чуть. Вот это лучше. Если красную хочешь, она лучше, чем вот эта. Да. Какой ты хочешь красный? Не знаю, мне кажется, я же то, что беленькая, а с белой у меня это. Нет, наоборот, беленькая еще подчеркивает, особенно глаза твои. В целом, это беленький российский. Да? Нет. Нет, оно подойдет по всему подойдет. Нет. Вы любите. А, будет зелочистый. Да. Зелочистый. Ммм. 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 А это этот султан. Ммм. Да, да, да. Ммм. 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 Да, да. Ммм. 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 А вот это уже действительно что-то такое национальное, да? Как это все национальное? А, это бельвок, который завязывают мужчины сверху. Это, оказывается, вот бельвок. Его завязывают сверху чепана мужчины. А зачем они его завязывают? Вместо ремня. А, вместо ремня. Это, оказывается, ремень. Ну, кажется, завяжите один. Бельвок раньше завязывали вместо ремня. Ещё. Вот так. Сюда складывали деньги. Например, да? Складывали деньги. Вот так заматывали. И завязывали вот так. Вот так. Так кошелёк. А, это, оказывается, вот такой кошелёк и плюс ремень. Вот, смотрите, вот так раньше носили бельвок. Получается, как ремень. Вот так вот. Мне вот эти бабушки с этим приколуют. А, это ручная работа? Смотрите, это ручная работа, оказывается. Да, ручная. Это вот для девушек. А вот это, получается, для мужчин. Это вот, смотри, намаз читает. Да, это для намазов. Кто вот намаз читает, они вот такие носят. О, не помещается, башка большая. Она говорит, сделаю, говорит. Да. Она как-то ещё стягивает. Ох ты. Она её растягивает. Смотрите, вот так вот подбирают размер. Вот, смотрите, она вот так размер. Вот измеряет упышки. И растягивает размер. Нужный делает. Для моей головы. На телевденьках одессе. Было некрасиво, стало красиво. Не знаю, мне эти дупышки вообще не идут. Да? Нет, идут, не идут. Просто как в этот, да? Чтобы у тебя было. Да. Национально. Да. То, что это? Но её же можно одевать вот эти? Да. Да, без разницы. Без разницы. Без разницы. Да. Смотрите, какой красивый этот. Вышивка красивая. Это гранат. Это тоже узбекский орнамент. Смотрите, какая красота. Это платья, получается, невест. После свадьбы они вот в такой одевают. Смотрите, как красиво. Да, вот это, получается, фарта ихняя. А вот эти вот платья. Это уже, конечно, в современном стиле сделано. Но вот прям как платье само выглядит. Это прям вот в узбекском этом. Смотрите. Ух ты. Смотрите, это получается вот платье. Это штаны. И вот здесь сразу тапочки. Вон там, смотрите, уже этот готовый есть. Ух ты. Вот смотрите, платье красивое. Смотрите, сразу вот такой вот этот. Комплект уже. Вот здесь вот такие уже есть, подлиннее. В каждом городе же тоже свой этот, да? Национальный. Это мужские тапаны. А вот теперь это мужские праздничные тапаны. Да, это мужские праздничные тапаны. Кстати, тот белье, который завязывали на спину, на поясницу, вот завязывают раньше, вот завязывали на вот такие тапаны. Вот, смотрите, как выглядит. Вот здесь такие вот эти, которые сейчас были на мальчике. А вот это уже, вот тут, для мальчиков. Праздничные. Вот. Это тоже вся ручная работа, ребят. Это вот так вот выглядят эти тапаны. Это вот, смотрите, вышито всё. Вот, посмотрите, сколько тут материалов. Вау, смотрите, сколько материалов разных. Какие хотите. Там тоже дальше уже. Смотрите, сколько там у этих полотенцев. Это всё полотенце. Вау. Вау. Это чё, штапельная? Смотрите, смотрите, сколько всего много. Это всё ткани. А здесь продают уже вот полотенце. Какие хотите. Здесь дальше, да, уже вот кушать здесь также продают. Ах, во. Вот, смотрите. Смотрите, это вот такие вот эти украшения на руку, женские. Которые сделаны из меди. Медные. Медные, да. Вот, смотрите, это старые дубышки. Вот это старый чапан. Старый, старый. Это украшение. Это, да, это женское украшение. Медные. 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 Это украшение вот на руку. И это тоже. Это на пояс. Это на пояс. Смотрите, это паранжакас. Паранжакас? Это паранжак? Да. Да. Вот так сверху. Сверху. Это, это да, вот? Да, невеста. Нет, вот женщины носили вот так. Женщины вот так порой. Вот раньше. А, у женщины, оказывается, носили сначала вот так платье. Потом вот это. Потом сверху. Вот такую. Или же вот такую. А потом вот это. Сверху она еще тоже. Закрывали. Лицо тоже, да? Да, она вот так. На голову вот так делали. Лицо тоже закрывали полностью, всё. Здесь вот такие тёплые мужские куртки узбекские. Это мужской чайпан, он стёганый с бархатой, а внутри хэбэм. Сколько этих чайпанов? Сколько много этих курток? Функциональных и их до сих пор носят. Это вот летители. Вот, это обувь национальная. Сейчас пришли покупать галоши. Что галоши? Тапочки? Сначала одеваются вот эти, а потом на них уже вот тапочки, как длинные носки. У женщин и у мужчин вот всех отзнаков. Правда, у мужчин вот эти задники, они выше, чем у женщин. Это зимние. Это зимние. Вот здесь всё ни разу есть. Всё вот взяли. Теперь вот такие вот мужские галоши. Обувь такая мужская. Она правда с мехом. Мужчины одевали, а обувь оказывается с мехом. И зимой, и летом. Это взяли. Это взяли. Да, не надо. А это галоши. Да. Галоши, так же. Если я живу, то вернемся. Галоши. Галоши, так же. Продолжение следует...